Налоговый вычет Возврат можно получить только со 120 тысяч рублей в этом году и со 150 в следующем, если, конечно, лечение не относится к категории дорогостоящих. Это обычно отражено в документах. Так, в Сургуте в прошлые годы граждане обращались за вычетом после оплаты операции в Москве стоимостью 3 миллиона рублей. В 2024 году действует новый порядок. Организации, в которые вы обращаетесь, это медицинские образовательные учреждения. Они предоставляют нам в электронном виде сведения. Но заявить вычет по данным организаций можно будет только с 2025 года. В 2024 году они все представляют как накопительный эффект у нас. И за 2024 год, в 2025 году вы уже сможете без предоставления пакета документов заявлять вычет. За минувшие выходные мошенники украли у доверчивых югорчан 7 миллионов рублей. В полицию поступило 27 заявлений о кражах, совершенных дистанционным способом. Один из пострадавших – 30-летний житель Урая. Он решил воспользоваться бесплатным приложением для поиска попутчиков. После того, как выбрал поездку, в мессенджере с ним списался водитель и попросил оплату. Потерпевший перешел по ссылке, которую скинул собеседник, указал реквизиты своей карты и код из СМС-сообщения. В итоге с банковского счета попытались списать 192 тысячи рублей. Мужчине повезло, сработала система безопасности банка, операцию заблокировали. А вот 65-летней жительнице окружной столицы повезло меньше. С ней связался якобы сотрудник ФСБ и сообщил, что аферисты пытаются оформить кредит на ее имя. Растерянные пенсионерки пообещали помочь, если она оформит зеркальный займ. В итоге в разных банках женщина оформила 5 кредитов и перевела почти 2 миллиона рублей на счет афериста. В Югру прилетели лебеди. Об этом сообщает природнодзор округа. Птиц обнаружили на охотничьих угодьях Березовского района. Инспекторы заприметили трех лебедей-кликунов. Эти птицы в родные края возвращаются одними из первых, не дожидаясь таяния снега. Напомню, охота на лебедей полностью запрещена. Они даже внесены в Красную книгу. На месторождении в Сургутском районе ждут пару орланов-белохвостов. С 2017 года птицы облюбовали одну из запор линии. Электропередачи уже несколько лет возвращаются в свое гнездо. Орлан-белохвост – хищная птица из семейства Истребинах. Длина тела составляет от 70 до 90 сантиметров, а размах крыльев может быть больше двух метров. На территории России обитает около 2500 пар орланов. Этот хищник занесен в Международную красную книгу и Красную книгу России. Начало откладки яиц приходится в разных районах на конец февраля – начало мая. Как правило, самка откладывает 2-3 яйца. Оба родителя высиживают кладку 35-40 дней. Югорская пловчиха Екатерина Ерешко установила новый рекорд Югры. Исторического достижения она добилась на чемпионате страны. Он сейчас проходит в Казани. Спортсменка обновила рекорд на дистанции 50 метров брасом. Ее результат – 31,75 секунд. Югорчанка с восьмым временем вышла в финал. Кроме того, в финал дистанции 50 метров на спине пробилась и Елизавета Агапитова. Решающие заплывы состоятся сегодня. Всего в заявку сборной и игры на чемпионат страны по плаванию вошли 20 спортсменов. Эти старты являются отборочными в национальную сборную для участия в международных соревнованиях, таких как спортивные игры «Странбрикс» и всемирные игры «Дружбы». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова